Приветствую вас! Чувствуется на самом деле, что вы, ну, что вы вот так в довольно раздрёпанных чувствах пришли к нам на ресурс, вот, то есть чувствуется очень эмоционально, вот, что с одной стороны говорит о серьёзности проблемы для вас, но с другой стороны говорит о том, что возможно, именно работать с отношениями, работать над собой, работать над своим поведением, вы не совсем готовы, вот, то есть, понимаете, сам вопрос, да, как перестать обижаться на мужчину, он уже оставлен не совсем вверх, потому что правильнее было бы поставить вопрос так, как мне понять или что стоит за обидой на мужчину, вот так, потому что, эм, вы обижаетесь на мужчину, потом критикуете себя за это, и в этом, в этом вы получаете определённую для себя выгоду, вопрос только в том, какую выгоду. Возможно, вы считаете себя недостойной отношений в глубине души. Возможно, только так критикуя себя, вы чувствуете себя лучше. Возможно, вы вообще обесцениваете свои желания, свои потребности, свои чувства, и в силу данного аспекта, ну, привыкли, привыкли так действовать, очень привыкли обесценивать свои чувства, вот, и поэтому вы ставите вопрос так. Я вам отвечу, я вам отвечу, что переставать обижаться на мужчину не надо. То есть, вот, именно так, как это вы преподносите, именно так, как это вы преподносите, да, не надо. Потому что за этим будет скрываться всегда подавление своих чувств. Напротив, если вы будете, например, брать ответственность на себя за свои чувства. Вот. То есть, вот. И меня обидело, да? Что меня обидело? Конкретно. Что меня задело? Вот он выговорит, что он хочет вас задеть, да? Окей. А что вас задело? Что вас задевает? По факту. Вот именно по факту, что задевает? Что неприятно? В чем вы в себе сомневаетесь? И вот то, в чем вы в себе сомневаетесь, да, то, в чем вы в себе сомневаетесь, ну, нужно и выправлять. Нужно и корректировать. Нужно и, значит, развивать. Но это чья забота? Чья ответственность? Ваша, только ваша ответственность. Это больше ничья, ничья. Понимаете? Поэтому обида в данном случае, обида, это хорошо. Это говорит о том, что вы, ну, не удовлетворены по факту, по сути. Вы не удовлетворены. И вы не можете быть удовлетворены просто тем, что перестанете обижаться. То есть просто вот, понравитесь себе это и все. То есть путь, путь к тому, чтобы, может, раскрыть себя, раскрыть свои чувства, перестанете обижаться. Путь к этому лежит именно через, значит, ну, через ваши желания. Через то, в чем вы в себе сомневаетесь. Вот. И именно это, именно это и даст вам свободу от обид. Вот. Так же, надо сказать, что обида представляет из себя завышенное ожидание. Остану. Что-то я чего-то хочу. Я чего-то хочу. Я жду этого от другого человека. И я не беру ответственность на себя. за это, ну, за свое желание. За свое желание. Скажем так. Смотрите. Какая история. Ну, какой момент. Вот. Вот это, к сожалению, работает именно так. То есть тут нужно анализировать. Тут нужно анализировать и смотреть. А, чего же я хочу. Вот. Что стоит за моими желаниями. Что стоит за моими попремящими. Что стоит за тем, что я вот, ну, обижаюсь. Как бы. Вот. Дальше. Эм. Навесчивые мысли ваши. Ну, вот. То, что вы себя накручиваете, да, как вы говорите. Это так же не случайно. Навесчивые мысли связаны с тем, что, опять же, у вас есть определенные желания. Вы себе их запрещаете реализовывать. Вы себе, как бы, ну, не позволяете их реализовать свои желания. Вот. И из-за этого они проявляются в мыслях. Из-за этого они проявляются в наращивых мыслях. Понимаете? Желания-то есть. Вот. Ну, например. Ну, например. Например, есть, есть страх остационного, допустим. Есть страх не быть женщиной. То есть, ну, есть определенное, да, сомнение. Определенное сомнение в том, что вы женщина, допустим. Вот. И, соответственно, вы обижаетесь на мужчину своего за то, что он не дает вам почувствовать себя женщиной, например. Ну, это просто как один из примеров. Просто. Но, в действительности, это проблема не в нем. В действительности, это проблема в вас, что вы себя женщиной не чувствуете в этом случае. Ну, вам нужно просто, просто подставить под эти переменные, любые, любые свои более важные мотивы, которые есть у вас. Потому что нужно так гадать, да. Вот. Можно довольно долго. И не угадать. Из наиболее вероятного могу только... Наиболее вероятного, еще раз повторю. Не как оно есть, а именно наиболее вероятного. Из наиболее вероятного могу только предположить, что вы, возможно, у вас в детстве были проблемы с отцом. Вот. И вы, ну, скажем так, испытываете трудные трудности, вот, с мужчинами. И поэтому вам важно показать и доказать мужчине, что вы, ну, как бы, вы достойны его. Что вы самые лучшие. Поэтому вам так задевает то, что, значит, ну, то, как он себя ведет с вами, скажем так. Потому что это создает резиновую ленточку, которая погружает вас в детство, например. Например, в детстве, когда ваш отец там был отдален от вас, не давал вам любви и так далее. Вот. Мама, соответственно, у вас себя, скорее всего, недооценивала. Вот. Либо, наоборот, слишком, слишком сильно себя переоценивала, что привело к тому, что вы себя занижаете. Далее, значит, не менее важно, не менее важно, значит, понять, да? Какие значения для вас отношения? То есть, что для вас такое отношения? Что они из себя представляют? Ну, для вас, опять же. То есть, если у вас это происходит, ну, только с мужчиной, да? Ни с кем больше. Только с мужчиной. Что, соответственно, для вас именно отношения с ним важны. И важны явно больше, чем это нужно для нормальных, ну, для нормального здорового взаимодействия. Поэтому здесь можно говорить о наполнении отношений для вас, о значении, о значимости отношений для вас. Отношенности явно больше, чем, ну, чем обычно, чем в норме, чем в норме. Вот. Отсюда, соответственно, и сверх мотивация, да, отсюда, соответственно, и такая вот болезненность. По сути дела. А дальше, что можно сказать еще? Так, прямая и принципиальная. Ну, вот то, что вы принципиальная, да, и прямая, это говорит о том, что вы, возможно, боитесь быть слабы. Ну, в отношениях. А, соответственно, мужчина, он вас, как бы, пытается сделать более слабы. Ну, возможно. Возможно. А, пытается сделать более слабы, вот, потому что он мужчина. А вам, вам это не нравится, и вы, соответственно, чувствуете, что он вас пытается задеть. А, вот, значит, 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 мне кажется, что он хочет меня задеть и сделать меня хуже. Хуже в чем? А он, если я серьезно не воспринимает мои укреки, смеется иногда надо мной, потому что по-корочему, потому что по-корочему, говорю, бесполезно. Он прав, он прав. Любое, любое сильно действующее, ну, сильно действующее поведение, да, любое, оно хорошо только, когда, ну, с умом применяется, когда применяется в исключительных случаях, и, значит, соответственно, имеет последствия. Вот. Если вы снова и снова, снова и снова, снова и снова, снова и снова применяете это, что человек, как бы, ну, просто привыкает, привыкает, просто привыкает к тому, что, вот, что, ну, вы так себя ведете. И ему кажется, что вы уже не просто пытаетесь манипулировать, как бы, вот, либо на все реагируете так, вот. Знаю, надо проще реагировать на много, иногда получается, но иногда прямо лезу в конфликт, где можно, где можно сгладить и не заметить, обязательно обидящий, хочу, чтобы он признал, что он не прав, если он сделал больно. Это, это отсутствие уверенности в себе, недостаток собственной значимости, вот. И, соответственно, неуверенность в себе, вот. Попробностью, попробностью внимания. Вы так удовлетворяете, попробностью внимания. То есть вы, грубо говоря, специально лезете в конфликт, чтобы получить негативное такое, вот, внимание. Потому что вам не хватает этого внимания. А попросить об этом вы, возможно, не можете, либо боитесь. Самое важное, что, когда в таком состоянии, все в жизни ручится, ничего не получается. Это говорит о том, что вы для себя, для себя в этой, в своей жизни мало что делаете, именно для себя. То есть очень много вы делаете для социального окружения, очень много вы делаете для социального аспекта, и очень мало делаете для себя. Вот. То есть тут нужно переоценить, переоценить то, чем вы занимаетесь, и насколько это вообще соответствует вашим ценностям, вашему живому интересу и так далее. Вот. А может быть имеет смысл, наоборот, разгрузить ваши отношения, выделить именно из отношения определенные аспекты потребностей, и уже их реализовывать в социальном аспект. Вот. Кроме того, никто не отменял того факта, да, никто не отменял того факта, что вы, возможно, как бы, продвигаете, да, вот, именно такое слово скажу, именно продвигаете, не совсем адекватное, значит, гендерное поведение. То есть мужчина вами воспринимается, как некий, может быть, агрессор, может быть, как некий не соответствующий вам, не соответствующий вашему представлению о женско-мужских отношениях субъект. Понимаете? В принципе, в принципе, вот, в принципе, такое может быть. И в данном случае, да, вот, именно, ну, в данном случае, можно, можно говорить о, конечно, о корректировании женской модели поведения. Важно. О том, как вы воспринимаете мужчин, о том, какие они, что они представляют из себя, ну, для вас. Вот. И так далее. Это, естественно, очень важно для того, чтобы, ну, вы как-то вот определились для себя с тем, что вам именно нужно. Вот, значит, это очень важно для того, чтобы вы определились для себя с тем, какой мужчина вам нужен. Вот, и определили для себя так, аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Или впервые идёт мужское что-то, ну, то есть, впервые идёт мужской образ, вот, понимаете, какая история? Вот это вот то, что вам обязательно нужно для себя рассмотреть, вот, чтобы перестать обижаться на мужчин. Вот, насторожило меня ещё и то, конечно, что вы пытаетесь спрашивать о том, ну, пишите, даже не о том, что не можете себя переломить. Вот тут момент такой, что, как бы, переломлять себя не надо. Как раз таки, понимаете, переломлять себя не нужно. Переломляя, вы подавляете. Переломляя, вы обесцениваете. Переломляя, вы вытесняете и задвигаете ещё глубже. Дождь вас волнует. Но, вместе с тем, переломляя, вы воспроизводите некий родительский посыл, который, безусловно, есть у вас, ну, то есть, вот, именно в вашей, ну, вашем сознании. И это, безусловно, ну, не исследование. Вот. Потому что, в данном случае, только так. То есть, с одной стороны, раскрытие ваших желаний, да? С одной стороны, раскрытие ваших желаний и потребностей. Вот. А с другой стороны, снятие запретов, которые есть у вас, вот, ну, на данный момент. И вот, только, примерно, в таком направлении, двигаясь, примерно, в таком направлении, можно говорить о том, что у вас, ну, значит, что-то поменяет. Ну, то есть, вы будете строить здоровые отношения. Ну, вот. Тут, ну, понятно, что, там, за вашим поведением стоят и механизмы защиты. Это понятно. Вот. Их тоже нужно разбирать. Эта цель называется личностным ростом, по сути дела. Когда человек, лучше собрать на себя ответственность, да? Когда вместо обид выбирают, э, настоятельное какое-то поведение. И когда вместо ты, вместо обвинения, говорит о том, э, что он хочет. Вот. Ну, и, конечно, конечно, больше именно я сообщений в, э, ну, во взаимодействии с, э, мужчиной, да? Больше я сообщений нужно. Что-то не ты, а я. А, ну, про это можете почитать в интернете, в принципе, в принципе. Вот. Поэтому всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.